В Санкт-Петербурге определены победители и призеры регионального чемпионата профессионального мастерства среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья Абилимпикс, президентской платформы «Россия. Страна возможностей». Самому движению Абилимпикс в России в этом году исполняется 10 лет. С какими результатами чемпионат подошел к этой дате и как за это время изменились результаты участников, все это обсудим в нашей студии. Приветствуем Юлию Игоревну Виданову, руководителя ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в системе среднего профессионального образования Охтинского колледжа. Кандидат психологических наук. Доброе утро. Доброе утро. Рады видеть вас в нашей студии. Ну вот действительно, уже Людмила сказала, что чемпионатному движению исполняется 10 лет. Вот расскажите, когда Санкт-Петербург присоединился к этому движению? Санкт-Петербург присоединился к чемпионатному движению Обилимпикс в 2016 году. И с тех пор наш город очень активно участвует в проведении региональных чемпионатов, национальных чемпионатах. И развивает инклюзивное профессиональное образование в нашем городе для людей с инвалидностью. Ну вот как раз 19 апреля завершился 9 региональный чемпионат Обилимпикс в Санкт-Петербурге. Сколько конкурсантов и какие компетенции принимали участие в нашем региональном чемпионате? Ну за 9 лет, что мы проводим чемпионаты, количество участников у нас увеличилось в большое количество раз, в более 100 раз. Так в 2016 году мы начали с 7 участников, а в этом 2024 у нас уже было 1055 участников. И они соревновались в 101 компетенции в различных отраслях экономики, IT-сфера, строительство, электроника, творческие и креативные профессии образования. Юлия Игоревна, а сколько учебных заведений было вовлечено в чемпионат? Расскажите об этом, тоже очень важно. Ну у нас в этом году статистика очень тоже впечатляющая. Было отобрано 50 образовательных учреждений на разных образовательных площадках. И из них, соответственно, 112 образовательных учреждений, это школы, колледжи, вузы, приняли участие у нас наши конкурсанты. Причем вузов у нас в этом году тоже это радует. Рекордное количество – 11. Ничего себе. Ну, чемпионат действительно… Мы считаем, что больше и больше. Несомненно, чемпионат очень масштабный, все, что вы описываете. А вот что входило в программу чемпионата помимо самих соревнований? Программа тоже обширная. Она включает в себя деловую, профориентационную, культурную, выставочную, спортивные части, программы. И вот в рамках профориентационной программы у нас прошел фестиваль знакомства с профессией для наших малышей в возрасте 6-13 лет, промолимпикс, по 25 компетенциям в этом году. И так как у нас год 24 объявлен президентом годом семьи, у нас в фестивале знакомства с профессией приняли активное участие родители в составе семейных команд. А также в рамках деловой программы у нас состоялся круглый стол с родителями наших участников. И 12 апреля у нас состоялась ярмарка трудоустройства. И на ней активное участие приняли наши партнеры-работодатели. И поэтому мы уверены, что наши конкурсанты с неограниченными возможностями найдут благодаря нашим партнерам достойную работу и свое место в жизни. Юлия Игоревна, пусть так и будет. Спасибо вам большое, что вы сегодня здесь. Мы действительно все самое важное рассказали. Юлия Игоревна Виданова, руководитель ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в системе среднего профессионального образования Охтинского колледжа. Кандидат психологических наук. Еще раз спасибо вам большое. Спасибо большое. Ну а мы продолжаем прямо сейчас выпуск новостей. После вернемся. Будет много музыки и прогулок по лермонтовским местам. Оставайтесь с нами, присоединяйтесь. Продолжение следует...